Всем огромный привет! Я безумно рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео о своих китайских находках. В этот раз я расскажу то, что мне уже успела прийти с сайта Joom, потому что достаточно давно лежит. Я заказ делала три недели назад, и буквально за три недели ко мне дошли все посылки, в отличие от Алиэкспресс, с которого я до сих пор не могу дождаться многих посылок. Но, как я уже говорила, видео обязательно будет. Но я думаю, что вы знаете, что Joom это практически та же самая торговая площадка. Там встречаются те же продавцы, просто склады у них находятся где-то поближе, поэтому, в принципе, доставка довольно быстрая. Еще на Алиэкспресс появился такой нюанс, я не знаю, обращали вы внимание или нет, может быть, у кого-то ничего и не изменилось, но лично у меня теперь доставка стоит в районе 30 евро практически на любой товар. Вот сам товар 2 евро и 30 евро доставка за этот товар. Я хотела заказать себе джинсовую куртку, там, по-моему, 50 евро она стоила, и 45 евро была доставка до меня. Как мне объяснили на форуме, не знаю, насколько это правда, это то, что сейчас так поступает продавец, чтобы у него была гарантия того, что если вы не получите посылку и откройте спор, он вернет вам деньги за саму посылку, но деньги за доставку он возвращать не будет. Я не знаю, что это вообще за такой бред и почему я должна от этого страдать, но временно я пока перешла на сайт Joom, периодически делаю тоже по покупке с Алиэкспресса, если нахожу, все-таки есть там что-то с бесплатной доставкой, но это вот 2% из 100. На Joom мне очень нравится то, что там все с бесплатной доставкой подобраны товары, по похожим товарам вы можете найти абсолютно любой товар, который есть на Алиэкспресс, там можно копить баллы и расплачиваться этими баллами за покупку, в принципе, что в последнее время я и делаю, то есть я один раз заказала, вот, потом написала, писала отзывы, там мне начисляли баллы, в общем, и потом я этими баллами как бы расплачивалась за свои покупки. Ну и прежде чем перейти в режим своей обычной съемки, когда я показываю уже продукты крупным планом детально, чтобы вы все могли увидеть, хочу вам в кадре показать очень-очень классную вещь, которую я давно ждала и давно заприметила, все ждала, пока будут либо какие-то скидки, либо купоны от продавцов на сайте Joom, это вот такая джинсовая куртка. На самом деле, вроде бы так, ничего необычного, но почему она мне приглянулась, это за счет вот такого рисунка, который вы можете видеть на спине, тоже близко его обязательно покажу. Честно говоря, я осталась просто в восторге от этой куртки, потому что у нее просто идеальный цвет, который я обожаю, его довольно сложно найти, как у меня есть подобные джинсы, из которых я сделала шорты, вот, и теперь у меня есть такая джинсовая куртка. Что я хочу сказать, качество у нее вполне приличное, она довольно такая увесистая. Из таких нюансов, которые для многих бывают очень важными, это то, что торчало немного ниток, я их обрезала, и то, что здесь есть совсем такие, не совсем ровные строчки, то есть пришит рисунок, но это все легко переделать, можно отпороть, но я даже этим не буду заниматься, потому что эта спина не особо видна. Хотя, конечно, пристальное внимание будет именно к спинке, потому что на ней вот расположен такой интересный рисунок, то есть сам рисунок это нашивка, и здесь вот такой вот бант у девушки. Вот, эту куртку, в принципе, я могу порекомендовать, я еще заприметила там одну джинсовую курточку, которая в бусинах вся, в таких типа жемчужинах, вот, все смотрю на нее, не знаю, буду заказывать или нет, но джинсовые куртки я очень люблю, их, как правило, много не бывает, я ношу их летом и весной постоянно, поэтому вот одна из моих таких классных покупок. Хочу вам показать еще одну вещь, которую я тоже очень давно заприметила на джун, это пижама, и достался она мне всего лишь за 15 евро, тоже, по-моему, у меня были баллы, и я купила ее за баллы, выглядит она вот так вот, я просто обожаю этот принт, посмотрите здесь, а вот такая рубашка, это материал такой, знаете, похож на, как шелк, он очень приятный к телу, это моя вторая подобная пижама, вот, но здесь мне понравился очень рисунок, в принципе, поэтому я решила ее заказать, у меня даже здесь еще бирка не снята, все пришло упаковано, по-моему, в зип-пакет один, и также в комплект входят вот такие штаны, и есть еще пояс, вот, тоже покажу, как все это вместе смотрится, я очень осталась довольна этой пижамой, были очень классные расцветки, там, по-моему, была темно-синяя с фламинго, но это можно у других продавцов поискать, но ссылки я обязательно все оставлю в описании, швы все идеально ровно прошиты, абсолютно никаких нареканий, не было никакого запаха, все просто супер, я не знаю, за 15 евро, я считаю, что это просто обалденная находка. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это был вот такой металлический декоративный поднос, в таком винтажном стиле, на самом деле, когда я его видела на фотографиях, еще на Алиэкспресс, я в него просто влюбилась, и он у меня очень долго лежал в корзине, и в итоге настал тот момент, когда я решила его купить, и доставка была дороже, чем сам поднос, поэтому я нашла его сразу на Джум, и заказала там с бесплатной доставкой, я на самом деле боялась, что он может прийти мятым, потому что, по идее, по нему видно, что вещь достаточно хрупкая, но нет, все в порядке, все пришло в целости и сохранности, заказывала, чтобы поставить на большой обеденный стол, я уже говорила, что у нас такой двухметровый большой, и не хватает емкости, например, чтобы положить какие-то булочки, либо печенье какое-то крупное, вот мне кажется, именно для таких крупных вещей он идеально подходит, и если вдруг он вам понравился, возможно, вы будете использовать для каких-то своих целей, и, может быть, вы, опять же, введете кулинарный блог, то я считаю, что такая вещь обязательно должна быть, потому что она не только красивая, но и функциональная. Заказала еще одну себе кольцевую лампу небольшого диаметра, тоже обязательно пущу здесь видео, где вы сможете увидеть, я уже заказывала подобную лампу, только диаметр кольца был гораздо меньше, и штатив был совсем маленький, сейчас я взяла для предметной съемки чуть побольше, обошелся он мне в районе 25 евро, я считаю, вполне приемлемая цена, имеет несколько режимов от холодного до теплого света, и также несколько вариантов яркости, поэтому если вдруг вы ведете какие-то блоги, то есть не снимаете видео, где света нужно гораздо больше, а просто фотографируете для Jume, AliExpress, либо Instagram, то этой лампы вам хватит, она работает от USB-провода, что тоже очень удобно, поэтому могу порекомендовать ее к покупке. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, заказывала я уже для своей мамы, это вот такая сумочка на пояс, мама увидела у меня подобную, и тоже захотела, потому что когда либо я, либо она идем гулять со львом, то нужно, чтобы под рукой был и телефон, и кошелек, но при этом руки были свободными, потому что нужно следить за ребенком, и когда мама увидела, говорит, так удобно, ну закажи мне тоже. И я ей кинула несколько вариантов, она выбрала именно вот такой, сейчас вам покажу, я дам, она сделана из кожзама, стоила довольно бюджетно, но я думаю, что как раз вот на сезон ее хватит, но в принципе мама довольно аккуратно носит. Я, честно говоря, в других марках даже не смотрела, просто зашла на джум, увидела, по-моему, была даже акция часа, поэтому я ее и заказала. Она выглядит внутри вот таким образом. Здесь два кармана, один основной, большой, и есть маленький, куда вы можете, например, положить ключи, чтобы долго их не искать, и вот такая сумка на пояс. Можно было выбрать в нескольких цветах, но я взяла тот, который захотела, мама черный, хотя мне казалось, что красный будет как-то гораздо эффектнее, тем более у нее есть подобная одежда, но вот она выбрала черный, который в принципе действительно подойдет ко всему, чтобы она на себя не одела. Так что, если вам нужна какая-то недорогая сумка, просто погулять с ребенком, ну, чтобы при вас были все вещи, и при этом вы были в принципе свободны, со свободными руками, то эту сумку я могу порекомендовать. Для того, чтобы ваши покупки были гораздо приятнее, вы можете использовать еще один кэшбэк-сервис, о котором я сегодня вам хочу рассказать, называется он Letyshops, я думаю, что большинство из вас, скорее всего, с ним знакомы, но если нет, это кэшбэк-сервис, работает по принципу, магазины начисляют комиссию за покупки с Letyshops, и Letyshops большую часть отдает своим пользователям, вы можете копить эти деньги, и потом выводить. Вот я совершала покупки на Joom, сразу брала, ну, 10, допустим, 10 покупок, и мне вернулась довольно неплохая сумма, я их не стала копить, я сразу вывела, все абсолютно прозрачно и честно, у них 2400 магазинов, абсолютно в любой направленности, вы можете заказать все, начиная от еды, заканчивая какими-то подписками и услугами, и получать с каждой покупки, и с каждого совершенного действия кэшбэк. А с 16 до 18 июля будет горящий кэшбэк в магазине Asos, размер кэшбэка будет увеличен в 10 раз, но количество, естественно, ограничено, поэтому обязательно поторопитесь, потому что на всех не хватит. Для того, чтобы вы гарантированно получили кэшбэк, вам нужно совершать покупку в рамках одной браузерной сессии, то есть не должно быть так, что вы сначала зашли на сайт, там порылись, порылись, что-то положили себе в корзину, потом удалили, потом вышли, через час зашли и совершили покупку. Нет, нужно все делать как бы одномоментно. Поэтому регистрируйтесь в Letyshops, если вы еще не зарегистрированы, забирайте самые большие кэшбэки и делайте это правильно. Ссылка будет в описании под видео. Далее хочу с вами поделиться еще одной своей крутой находкой, это вот такие карандаши для бровей. Стоили они каждые около 2 евро, и посмотрите, какие крутые упаковки. Я считаю, что стоить они должны гораздо дороже. Я думаю, что этот бренд, он всем известен, и думаю, многие покупали косметику этой марки. Это китайский бренд, это их собственный бренд. Красиво, вообще, честно, у меня только одни положительные впечатления. Отличный карандаш, точнее, оба карандаша очень стойкие, они имеют разную форму. Как вы видите, один скошенный, но достаточно тоненький, можно прям по волоскам прорисовать брови, и второй просто тоненький. Продуктов здесь большое количество, хватит надолго, но я считаю, что на полтора месяца этих двух продуктов не хватит. Это за глаза и за уши, а потом мне жалко отдать снова 4 евро и заказать их повторно. Цвета тоже есть разные, с теплым подтоном, с холодным, так что, думаю, каждый найдет для себя нужный оттенок. Далее повторная моя покупка спонжей от этого же бренда. Уже второй раз заказываю в такой упаковке. Первая упаковка у меня была голубого цвета, и я делала обзор. Посмотрите, такая подача стоила в районе 5-6 евро, ну, на рубли, честно говоря, не знаю сколько это, ну, полагаю, так, 250 где-то, и вы получаете 4 спонжа. Посмотрите, как здорово все здесь сделано. Я случайно порвала коробку, пока открывала ее. Спонжи, как я уже сказала, или не сказала, имеют разную форму. Есть вот такие скошенные, вот, есть обычный целый, потом вот такой срез, и еще один вот такой вот. Вот, я, честно говоря, тоже в восторге. Они абсолютно похожи на спонжи от Beauty Blender и от Real Techniques. И даже один знакомый визажист мне сказал, что она давно перестала покупать Beauty Blender и покупает вот эти спонжи, потому что они ей нравятся гораздо больше. Ну, и, естественно, цена. Здесь вы за 4 спонжа платите 5-6 евро, и Beauty Blender, который практически 20 евро, ну, или 16 там стоит. Я думаю, что разница очевидна, и, конечно, я свой выбор делаю в пользу этого бренда. Далее я хочу вам показать идеальную термокружку, которую мне также удалось найти на просторах Joom. Выглядит она следующим образом. Она очень надежная, все здесь герметично, и ваш кофе останется с вами на время всей прогулки, либо, я не знаю, чем вы будете заниматься, когда вы будете ее с собой брать. Здесь очень хорошо все закрывается. Как вы видите, есть вот такая кнопка, на которой написано Push. Вы просто ее отодвигаете, и потом нажимаете. Вот так она открывается. Здесь внутри есть ситечка, которая будет весь осадок, если он будет оставлять внизу. Например, возможно, вы завариваете в подобную кружку чай. Вот, и она отлично держит, ничего не проливается. Тепло сохраняется в течение 5 часов точно, потому что больше мы не проверяли, так как мы гуляем примерно столько по времени. Выглядит очень стильно. И таскаем сейчас ее по очереди. Я обязательно хочу заказать еще одну, только в другом цвете. Там был очень красивый бронзово-коричневый такой цвет. И красный. Может быть, кому-то больше нравится красный. Я прям очень рекомендую к покупке, потому что действительно оказалась качественная вещь и вполне за приемлемую стоимость. Так что вот, девчонки, мальчишки, на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, обязательно пишите. Можно даже в Instagram, в директ. Там я гораздо быстрее могу ответить, если у вас возник какой-то вопрос. Не стесняйтесь и увидимся в следующем видео. Пока!